привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами алексей колчин и сегодня мы обсудим такую проблему как заставить воду из бутылки течь равномерно с постоянной скоростью сейчас бутылка закрыта пробкой и вода из нее не течет но если я откручу пробку то вода начнет течь и мы посмотрим как заполняется нижний сосуд и мы будем отмечать уровни воды в нижнем сосуде через равные промежутки времени сначала вода вытекает быстро но затем ее течение постепенно замедляется это видно и потому что струя бьет из трубки все слабее и слабее а под конец вода течет еле-еле и по отмеченным уровнем видно как происходило это замедление а дело в том что давление напротив трубки больше атмосферного на величину гидростатического давления которое создает столб воды высотой h это давление равно рожи h и если бы и жидкость у нас была идеальная и не было бы потерь разнообразных в трубке то скорость вытекания определялась бы форму тричели в квадрат равно два же h но в любом случае скорость вытекания пропорционально корню из высоты столба жидкости но и стало быть чем меньше высота этого столба чем ниже опускается жидкость тем меньше скорость вытекающей воды и тем меньше ее расход и все-таки воду из сосуда можно заставить вытекать равномерно и простое устройство с помощью которого этого можно сделать предложил еще в 17 веке французский ученый эдм мариотт и вот мы переделали нашу бутылку в сосуд мариотта для этого мы закрыли бутылку крышкой через крышку пропустили трубку заделали соединение и закрыли трубку пробочкой и сейчас вода из сосуда не течет я открываю пробочку вода потекла и воздух сейчас поступает в сосуд через трубку вы видите поднимающиеся вверх воздушные пузыри и мы снова посмотрим как повышается уровень воды в нижнем сосуде через равные промежутки времени уже сейчас видно что расстояние между последовательными отметками постоянны и значит вода из сосуда мариотта вытекает равномерно равномерное вытекание очевидно обеспечивается тем что давление в сосуде напротив трубки остается постоянным но почему так получается когда я открываю пробку воздух начинает поступать по трубке внутрь сосуда это означает что на уровне нижнего обреза трубки давления равно атмосферному а на уровне выходного патрубка давление больше атмосферного на величину рожье аж где аж это разность вот этих двух уровней и это означает что скорость вытекания воды из трубки определяется только вот этой разностью давлений и не зависит от верхнего уровня воды в сосуде до тех пор пока этот уровень не дойдет до нижнего обреза трубки а теперь настало время нашего традиционного заключительного вопроса и сегодня он будет таким вот я наполнил бутылку водой и теперь в ней не одна а две трубки снизу сейчас они закрыты пробками я открываю пробки вода бьет из них но что будет если я теперь закрою бутылку пробкой ваше соображение на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ю тубе